Здарова, гайз, с вами снова я, Сиджи Стас. В сегодняшнем простом новостном выпуске я вам расскажу про Adobe Firefly. Что это такое, как это изменит жизнь всех дизайнеров, что нас ждет вообще в ближайшем будущем. Поехали! Продолжение следует... Продолжение следует... Файрфлай. Экспериментируйте, воображайте и делайте бесконечное количество произведений с помощью Файрфлай. Семейство креативно-генеративных искусственных интеллектов нейросетей, которые скоро появятся в Adobe продуктов. Идем дальше. Здесь есть примеры картинок. Картинки на уровне Medjony версии, наверное, 3-4. Но мы все понимаем, что все дело только в модели. А для модели нужно просто тренировочный материал и чуть-чуть времени. Очень интересная штука, которую предоставляет на данной презентации Adobe, это умное выделение, чего нам очень сильно не хватает в том же Stable Diffusion. Это умность, которая определяет, что на картинке. Находят ему аналоги. И с помощью просто элементарного имидж-то-имидж генерит еще какие-то картиночки, похожие на эту, создает ее вариации. И прямо в PNG можно выбрать, какие нам интересны элементы. Далее они показывают, что у них есть OutPainting. Они просто задают диапазон. Говорят, что давай-ка ты там сделаешь подводный город и просто сгенерируем. И замечательный город получается. Да, SD такого пока не снилось. Но посмотрим, как это будет реализовано на самом деле. Мы постоянно с дизайнерами общаемся и говорим о том, что да, это все круто, но как мне делать полиграфию? Как мне делать логотипы, когда здесь нет вектора? И так далее. Нам отвечают Adobe. Говорят, смотрите, вы можете любой скетч превратить в вектор. Векторная графика теперь появится с помощью ИИ. И ее можно генерить в самых разных вариациях. Можно сгенерировать вообще какой-нибудь просто изначально концепцию лого, а потом ее превратить в вектор и уже докручивать, как только хватит воображения. Более того, они говорят, что мы не только про изображение, но и про видео. Изменяйте настроение, атмосферу или даже погоду. Мы расширяем и исследуем потенциал текста основанных возможностей создания генерации видео с помощью Firefly. Далее они говорят, что они сделают, по сути, платформу для social media. Это некая такая канва с фигмой, которая заточена под конкретные темплейты, под телефончики, квадраты, ютубчики, чтобы делать можно было какие-то креативы, оформления и так далее, с помощью просто элементарных кликов и тексту имидж-генерации. Выглядит это впечатляюще. Очень интересно дождаться реального релиза и выхода данного функционала. Даже иконки с коронами очень сильно напоминают канву. Не считаете ли так? Напишите об этом в комментариях. Во вступлении вы видели этот материал, где крутятся часики у нас в 3D. Очень неинтересно. Adobe явно заявляет, что мы расширяем свои границы. Мы не сидим на месте. Пока не учитесь новому, другим программам. Нафиг оно вам не надо. Вы все равно потом на Adobe будете сидеть. Так что вот, смотрите, радуйтесь. Мы скоро будем. Будь частью будущего с Firefly. Присоединись к бете. Пока так. Очень интересная часть. Если кто-то пробовал в Миджоне генерить красиво интересный текст, или даже в Stable Diffusion с помощью Control Net или других моделей, которые делают по карте глубины, вы знаете, насколько сложно сделать конкретную букву в каком-то крутом стиле. Это очень непросто сейчас. Adobe говорят, что да, мы это сделаем легко. Причем презентации они показывали, что можно с помощью этого сделать любое потом слово напечатать, и оно будет в определенной стилистике у вас генерится, будь то там хлеб или пушистость. Все легко и непринужденно. Очень крутой инструмент, который нигде еще не встречался. Круто, что Adobe сразу же направила наше внимание в эту сторону. Естественно, большая компания, корпорация, такая как Adobe, не могла обойти стороной юридические аспекты. Легальности использования потом в дальнейшем этих картинок, легальности использования тех картинок, на которых учится их модель. И они говорят, что у нас будет полная прозрачность. Очень сильный выпад в сторону действительно крупной компании с взглядами, которые идут далеко шире, чем просто опена и ресурсы, которые мы имеем сейчас. То есть они показывают, над чем мы сейчас вообще работаем. Мы работаем над тем, чтобы сделать, по сути, очень простой скетч-то имидж. То есть просто можно что-то дорисовать на картинке, а потом мы это, собственно, с вами сгенерим. Генерация картинок по текстовому запросу. И можно переносить стиль, цвета. Они это показывают в презентации. Все то же самое, что сейчас велось в Contro.Net. На новые вот эти модельки, которые могут перенести вам определенную стилистику, колористику. Здесь они показали, как это будет сделано. И очень крутая фича – это Natural Looking Photo Mixing. То есть, по сути, коллажирование, где вы просто башите что-то, что хотелось бы там видеть, а он это превращает в абсолютный реалистик того, как это выглядело бы натурально. Здесь мы с вами видим, как выглядит сейчас интерфейс Adobe Firefly BT из презентации. Ссылочка, кстати, на презентацию будет ниже. Можете посмотреть, получить гораздо больше информации для тех, кому чего-то не хватит. Мы видим, что, по сути, это сейчас достаточно бланковая история, в которой справа модельки, которые можно крутить. Она показывает, как может выглядеть та или иная стилистика, что за контент должен быть внутри. Это графика, арт или фото, или вообще никакого. Что можно с этим сделать по цвету, что с этим можно сделать по свету. Буквы превращаются в любой стиль. Шоколад, хлеб, шарик, змею, все что угодно. Теперь вы можете делать крутейшие заголовки, шикарные тексты для превью, для своих креативов, для рекламы, для чего угодно. Причем я даже думаю, что, может быть, это можно потом перевести даже в вектор, или еще в какие-то крутые там SVG форматы, и использовать полиграфии Adobe Firefly. Text Image, генерация, изображение, фото, фотореалистик. Можно выбрать, какой размер. Он делает аутпейнтинг, с помощью смарт-выделения убирает конкретно футболочку и заменяет ее на red jacket, на красную куртку или пиджак. Очень интересное изменение лица, причем с использованием реально искусственного интеллекта. Карту глубины показали, что по ней теперь можно делать очень похожие имидж-то имидж в генерации. Вот это интересная штука, просто на болванках, по сути, используют ее как скетч и, соответственно, генерят какие-то объекты в любой стилистике. Можно сделать просто карточку с поздравлением дня рождения. Вообще, на изи. Переодень собаку, а теперь поставь ее у домика. И он это делает просто по запросу. Text Image, генерация, можно и сохранить. И, что очень круто, заотметьте, каждый объект сохранен в отдельной группе, как вектор. Вау. Совмещение стилистик трех картинок, блендинг. Теперь просто перенос цветов, стиля. Upscale появляется. Причем хороший upscale, который основан на i. И все это Adobe Firefly. Итак, дорогие друзья, мы с вами посмотрели презентацию Firefly, пробежались по тем направлениям, которые сейчас разрабатывает Adobe. А что можно сказать, какие выводы сделать? Вы, конечно, можете судить сами. Но, судя по всему, Adobe хотят просто заявить о том, что, дорогие друзья, мы крупная компания, которая не сидит сложа руки. Мы занимаемся разработкой в сфере генеративных АИ. Причем мы это делаем особенно. Мы это делаем для творцов. Мы это делаем с учетом их пожеланий, с учетом легальности и удобства, которое будет использоваться во благо создания и расширения возможностей творчества. Пока что бета оставляет желать лучшего. Мы видим, что это всего лишь демонстрация того, что хотелось бы сделать. Но я понимаю прекрасно, используя там SD и Emijoni, что это будет все работать значительно более криво, чем они показывают сейчас. И на самом деле реальный функционал Adobe Firefly сейчас очень ограничен. Использовать его в реале будет, ну, очень трудно. Может быть, только буковки, если разукрашивать. Да, это уже здорово, уже интересно. Делать из скетча в вектор тоже уже очень интересно. Потенциал огромный для определенных сфер. Это очень круто для тех, кто, например, делает логотипы или использует любую другую векторную графику. Во всем остальном пока что это только очень сырые разработки. Но Adobe дают нам возможность уже представлять наше ближайшее будущее, к нему готовиться. Уже в течение этого года, может быть, к концу его, с появлением нового фотошопа в ноябре. Эти функции будут доступны для широкого круга, для широких масс. Только я почти уверен, что для этого нужно будет Adobe Cloud. То есть нейрофильтры, как сейчас, на пиратке не будут работать. И, собственно, нужно будет что-то вам придумывать. А для тех, кто никогда в жизни не платил за фотошоп, легальность, наверное, и, в принципе, никогда не была интересной, да? Угу. Вывод у меня такой. Лично мне это очень заявление нравится. Мне нравится, что крупная корпорация наконец-таки отреагировала на то, что происходит в мире, и заявила о том, что она делает, в каких направлениях, что эти направления очень широки и разнообразны, и что скоро, наконец-таки, не придется возиться в пайтоновском коде, а просто тыкать на иконки и получать желаемый результат, причем, возможно, прямо в облаке. Потому что, по секрету вам скажу, Adobe и NVIDIA заколабились. А NVIDIA Foundations, кто не знает, что это такое, это новый сервис, который будет предоставлять мощности своих замечательных видеокарт, очень быстрых, для генерации как раз подобного контента. Так что, возможно, вам нет смысла даже взлетать на какой-то коллаб, или покупать сейчас себе 40-90, 30-90 и так далее, чтобы у вас элементарно генерировалась картинка хотя бы секунд за 3-5. Скоро это будет делаться по подписке. Возможно, правда, только не для рывов. Это немножко грустно, но в целом, я думаю, что и мы с этим справимся. Ну, дорогие друзья, спасибо, что были со мной. Если вам интересны такие новостные выпуски, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, будут еще, пишите в комментариях, что обозревать, надо это вообще делать или нет. Мне ваша поддержка очень нужна. Спасибо большое, что были со мной. И все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok